На территории ТОС-1 находятся три дошкольных образовательных учреждения, подростковый клуб «Ракета» и 36 предприятий сферы торговли и услуг. Управляющая компания «Алсу» обслуживает 27 жилых многоквартирных домов. Проживают почти 5,5 тысяч человек. Главным предприятием ТОС-1 является управляющая компания «Система-сервис». Благоустройство территории поддержку оказывает компания «Паутатнефть». В руководственном финансировании планируем следующий гиперработ – продолжить асфортирование внутренних квартальных дороги между местными садами 34 и 54, начиная от дома 107 до дома 115 по выселению. Затем асфортировать и проявлять дороги в домах 87 и 97 по выселению. Вопрос номер один – капитальный ремонт домов. Жители дома номер 111 по улице Ленина рассказали, что их пятиэтажке исполнилось 48 лет. За это время капитального обновления в доме не было. Проводка старая. Эта проводка сейчас даже не выпускается. Вы говорите о пожаре сейчас. Проводка старая, она все внутри осталась. Конечно, она. И потом крыша, крыша, фасад, весь раствор растворился. И канализация в этом доме не сделана. Жителям сообщили, что ремонтные работы в доме запланированы на ближайшие два года. Ждут ремонта и жильцы дома номер 107 по улице Ленина. Эта многоэтажка попала в программу уже в 2020 году. Планируется обновить крышу и фасад. Поднимали и в целом вопрос о благоустройстве территорий. Жители пожаловались на подземный переход по улице Шевченко. Вода никуда не уходит. Летом там вышедшие комокроты. Сейчас там голый лед, наверное, с полметра толщиной. И неудобный тротуар около дома номер 111 по улице Ленина. Он очень узкий. Ну, кто-то, видимо, немножко приукрал денег на перестроительство этого тротуара. Люди ходят или по дороге, или мимо тротуара. Потому что ходить по кособоку на тротуаре – это не очень хорошо. Соответственно, при поквартальном включении дворовых территорий на программу «Наш двор», она предусматривает именно включение именно тротуаров или, соответственно, зеленых насаждений, которые находятся между домами. Вот как раз этот вопрос мы учтем при встрече с вами, при реализации данной программы. О том, как обеспечивается порядок, рассказал участковый полиции. За минувший год было зарегистрировано 17 преступлений. Самое распространенное – это бытовые конфликты и мошенничество. Все вопросы, которые беспокоят жителей, взяты на контроль. По каждому из них будет принято решение.